Говорят, на Павловском тракте с сентября по утрам только две проблемы. Это пробки и переполненные автобусы. Люди не могут залезть с утра практически ни в один маршрут. Давайте посмотрим, как это происходит. Вот, пожалуйста. И сейчас попробуем, наверное, сами. Но очевидно, что мы этого не сделаем. Чтобы уехать на работу, горожане выходят из дома на остановке за час, а то и за два, чтобы не опоздать. Переполнены как малогабаритные, так и большие автобусы. Самые загруженные маршруты – 19-й и 20-й. Барнаульцы говорят, осенью проблемы с транспортом по Павловскому тракту возникали ежегодно. Но в этот раз дефицит автобусов ощущается острее. 20-й маршрут, сесть невозможно вообще. Идет далеко. 19-й, как говорят, урезали. То есть вот в это время, начиная с 7-ми, уехать фактически невозможно. Там либо третий, либо четвертый автобус, и условия поездки оставляют желательно. Сейчас, да, похожая ситуация, чем в прошлом году. Сейчас, конечно, сентябрь, потом должно стать немножко полегче, но в прошлом году было проще уехать гораздо. 10 автобусов пропускают в своем 5 утра. Это ужас просто. На каком ездите? На 20-й, 19-й, до центра. Часто опаздываете из-за этого? Да, очень часто. Мы можем на полчаса, можем на час даже опоздать. Помимо городского транспортного комитета, за выход автобусов на линию отвечают и частные компании. Мы связались с представителем 19-го одного из самых дефицитных маршрутов. Оказалось, машин достаточно, но они не могут вывезти их на линию. Катастрофически не хватает водителей. Кадровый голод пытаются решить любыми способами. Никак это не решить, эту проблему. Если вы замужем, приводите мужа. Это проблема всего города. Не хватает водительского состава. Работа сложная, тяжелая, люди бегут. В администрации Барнаула нам сообщили, что 20-й автобус выходит на линию в том же количестве, что и обычно. Просто ему удлинили путь до поселка Лесной. Соответственно, вырос и пассажиропоток. А на 19-м, чтобы решить проблему, требуется минимум четверо водителей. Власти также сообщили, что в планах после ремонта дороги на улице Солнечная Поляна оборудовать новые остановки и выпустить либо дополнительные автобусы, либо вообще создать новые маршруты. Возможно, коллапс с общественным транспортом в отдаленных уголках города. Всего лишь временные трудности, которые просто нужно переждать. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...